МОТВЕЕВСКИЙ ПОСЫЛ Необходимо сохранить прямые выборы глав городов, прямые выборы городских дум и прежде всего выборы мэров Самары и Тольятти. Если я получу хороший результат по Самаре, это будет основанием для того, чтобы разговаривать и говорить о том, что вообще-то людям нужны выборы и здесь у вас уже есть мэр. Парень, он, конечно, чудной, но забавный. Я таких перепадов от полного неприятия подходов к работе Меркушкина до почти признаний ему в любви и намеков на тесное взаимодействие и по ходу избирательной кампании, да и, в принципе, за столь короткое время давно не встречал. Вот у меня и зародились опасения за психическое здоровье нашего депутата. Такое явное раздвоение восприятия и оценок — это разве не шизофрения? Я думаю, что даже гипотетическая перспектива, что мэром Самары в принципе может стать такой неуправляемый и малопредсказуемый тип, вряд ли должна обрадовать и успокоить тех, кто отвечает за эти процессы в Белом доме. Меркушкину для наведения порядка в регионе нужны мэры-члены его команды, подчиненные ему и управляемые им на 100%, на которых бы не имели влияния никакие местные ФПГ, которым, если что, сразу по шапке и в отставку без лишних формальностей. Поэтому он сложившуюся систему и надумал менять, убедившись в ее неэффективности как раз в самарских реалиях, где выборы — только ширма для разборок кланов элит, а демократия — реальный учет мнений граждан, пшик и малопонятная общественность атовизмы. Вот все это хотят поменять и навести порядок в структурах власти и управления. И тут, здрасте, появляется Миша Матвеев с его заскоками. Выборы ему подавай, и все тут. Если говорить коротко, то лозунгу «Вся власть Меркушкина». Меркушкину, я считаю, необходимо противопоставить лозунг, как говорят мои коллеги-коммунисты, которые меня выдвинули, «Вся власть Советом». Ну вот даже останутся выборы. Матвеев-то все равно не станет мэром. Мне вот это очевидно. Да, он будет пиариться и нарабатывать электоральный ресурс. Да, наверное, сможет развести на бабло каких-то спонсоров. Да, вероятно, при случае сможет торгануть своей поддержкой кого-то из кандидатов во втором туре. Как это сделал в 2006 году? Ну, в общем-то, все как обычно. Лишь бы была возможность набивать себе цену и оставаться на плаву. Но я вот чего подумал, а не пешка Ли Матвеев в этой игре. Простой исполнитель. Намерение Меркушкина отменить прямые выборы мэров крупных городов определенным силам. Сейчас эти города со всеми их возможностями контролирующим, как серпом по нежным местам, сразу теряются колоссальные ресурсы, к которым уже привыкли, и к которым воспринимают, ну, как свое собственное. И по бизнесу, и по политическому влиянию. И рассчитывать, что все так просто с этим согласятся и сдадутся, не попытавшись ничего предпринять, это вряд ли. Это даже как-то не по-самарски просто так подчиниться, не попытавшись повоевать и попытавшись, опять же, оставить все как есть. Ну, вот и пролоббировали Матвеева через КПРФ и бросили его на амбразуру. Может, даже в темную. Он же сам же признался, что на эти выборы идти не собирался. Но кто-то в Москве подсуетился. И вуаля. Есть установка администрации президента. Я думаю, для вас это не секрет, да? То есть эта установка, как бы, она была доведена. У меня происходили консультации, безусловно, и с людьми, в том числе из администрации президента, и вообще из структур, как бы, вот, федеральных, да, которые консультировались с разными политиками, кандидатами. То есть это было еще до того, как, как бы, вот, я участвовал в выборах. Просто люди интересовались, пойду, не пойду. Чесал языком на этой пресс-конференции Матвеев долго. Но это даже хорошо. Как царь Петр завещал не мешать боярам говорить, чтобы дурь каждого видна была. Вот, судя по уже сказанному, дури в дальнейшем от него стоит ждать немало. Он ведь, как мне показалось, судя по оговоркам, сам даже втайне мечтает и для себя вполне всерьез полагает, что может победить Меркушкина. Так что держись, Николай Иванович, вот он твой ужас, летящий на крыльях ночи. Очень я хочу при этом, чтобы Матвеев собрал такие подписи и зарегистрировался. Тогда все повеселимся.